Так, давайте начнём. Атрис на Малтаэле, кстати, ничего себе. Зулджин, Газлоу, Анна, Вариан. Вариану через танка по-любому идти. Тут Горош, Кулдан, Тиранда, Артас, Касси. Опять два мейн-танка, да чё это за составы команд. Ну ладно, давайте посмотрим. Надо было слушать манду. Как раз-таки серебра и золото самое ценное, потому что там игроки плохо отыгрывают. Так, Зулджин. Да, он, конечно, вообще не среагировал здесь на Гороша. Просто стоял на месте, кидал топоры. В итоге улетел и был наказан. Тут виноват Зулджин. Атрис аккуратнее. Тя ж саму закинуть сейчас. Это было очевидно. Чудом ты тут ушла. Радуйся, что тебя не цепанули. Да, ну Зулджин вообще как бы нет. Ни на что не реагировал. Он просто стоял, автоотачил. Конечно, он улетел от Гороша. Разумеется. Давайте дальше смотреть. Газлоу наверху. Пока что стоит в кустах, не палится. Ага, начал заряжать лазер. Вах, как же он его езает. Так Кассия нанесу. Тиранда покидает матч. О-о-о-о-о-о. Тут и такое будет. Так, что делает Атрис? Что-то мана по мане просела быстро. Кстати, есть такая фигня, да, у Молтейля? Он по мане быстро проседает. Вы заметили? Прям вообще очень быстро. Так, тебя закидывают. Тут Горош зафейлил в стан. В итоге ни стана, ни замедления не будет. Ну, ты, кстати, лицом много принимаешь дэмэджа. Пойти стремительно без мана. Смотрите, да. Какой РЛ. У РЛ не быстро кончается мана, я бы сказал. Ну, даже с этим нерфом у РЛ не так быстро кончается мана, как у Молтейля, как мне кажется. Варен труп. Сатан, Сатан, тихо, спокойно, спокойно. Что там, не надо скидывать? Знаю ваши годные в кавычках треки. Так. Дар будет появляться наверху. А ты стоишь на низу против Касси. Ну, в целом можешь ее пробивать. Хороший лайнинг против Касси заключается только в том, чтобы ей за спину залетать, когда она Ешку уязает. Ну, вообще, и выйдет этот дэмэдж, а то... Можно много получить, если не отходить. Так, Дар появляется. Гул'дан на базе АФК-шит. Так, вы уже здесь, хорошо. Энигма. Энигма, Блэк Холл. Так, Зул'джин отходит. Блэк, Зул'джин у вас, конечно, рак тот еще. Да. Да, у вас минус один герой прям сразу. Тимфайт только начался, уже Зул'джин сдох. Так, ну тут ты можешь... Блин, далеко. О, максимально фейловый файт, конечно. Максим Параоуз, да. Типа лакомотив. И для тебя сегодня дьявол, я воплоти. Как говорится. Забираю Дар. Окей, Атрис резается. Че качает? Мрачный Жнец. Смерть в одиночестве. Поражать только одного героя? А ты уверена, что тебе этот талант нужен? Поражать только одного героя? У них во фронтлайне будет Артас, Кассия и Горош. Поможет ли тебе этот талант? Ну, посмотрим. Не знаю, не знаю. Он пригодился? Окей. Потому что вы выиграли, да? Так, окей. Тиранда отходит назад. Скобочка, один раз. Хорошо, кстати, здесь села на голову Гороша. Найс. Знаешь свой таргет. Ну, вообще, Млтл здесь как герой хорошо заходит. Тут, типа, не поспоришь. Именно в плане пробивания, там, Кассии, Артаса и Гороша. Шикарно. Найс. Генга, всю игру АФК ставила вообще жестко. Хорошо, Атрис. Ну, сбили еще раз. А что он говорил, унижает своих подписчиков? Злой медведь. Ну, разумеется. В официальном паблике же не просто так пишут, то, что я, типа, токсик дофига. Ты что думал, они придумывают? Нет. Все так и есть. Так, Сейнс нанизу. А тут файт идет. Ой, как Кассию хорошо. Ну, Кассию, говорю. Тиранду хорошо подловили. Тебе бы демедж от Гул'дана не получать. Надо как-то стоять за ним, да? То есть не на линии, где твои герои. Наверное, в этом, наверное, в этом вся соль. Чтобы именно не стоять рядом со всеми и не получать порчу, кьюшки, вот эти порчи всякие. Скверну, вернее. Газлук и питание отвечает. О чем, кстати, писал? Next Objbot. Ну, да, понятное дело, что на боте Next Objective. Потому что это отображается на мини-карте. Ну, ладно. Он наверху пушит. Ну, он кайфует. Мейнерам на Газлу дайте только попушить Лайн. Они все за это отдадут вообще. Это их мечта. Это их влажные фантазии. Что они останутся просто на линии и будут всю игру пушить. Им больше ничего не надо. Так, Атрис снова приходит на прячь Амазонку. Неплохо. Кассия не понимает, что она сосет. Ну, вот он талант, да, который тут зарешал. Ну, вот в тимфайте, насколько это поможет, не знаю. Кстати, через хладное касание. Вот это хорошо, да. Мне нравится талант. В этом против Чудо-женщины. Руты по Зулджину. Зулджин уже готов был помирать, но тут мало героев красной команды. Так что вы просто забирайте дар. Хидеки, зачем так грубо? Я понимаю, людей, которые манят спецов, он липус то же самое, как против Кантерис. Еще раз этот момент. А что так поздно, Атрис? Последний обряд. Можно было пораньше дать. Что-то долго ты ждешь. Так, здесь провокация. Стимулятор активен на тебя, да? Ну, давай, юзай. Блин, ты по тирандинь потом. Хорошо, хорошо. Хотя так даже лучше. Ты дополнительный урон наносила с кюшки. Так, окей, Атрис возвращается. Нот. Нот, нот, бэд. Это да. Бойцовский лагерь. Они получили десятый. Последний обряд у тебя получается на единичку уже, да? Да. И вот он, дар, нанизу. Они взяли... Тут Синдрагоса будет. Да, контроля у них, конечно, очень много. Синдрагоса, провокация, ужас. Так, врыв по... Ну, вот, собственно, этот контроль, да. Который не позволяет вам ничего сделать. Они тупо заультили у вас. И все. Ты от контроля будешь рассыпаться только так. Минус Вариан. Ну, тут, в принципе, и без Синдрагоса бы разобрались. Конечно, надо отдавать дар. Надо уходить Зулджин. Гулдан фейлит. Ужас. Но Зулджин все равно умрет. Потому что это, судя по всему, все, что может сделать Зулджин. Газик ни разу кемп не взял. Неужели герой покинул? Да, кстати, да. Это не ок. Что-то. Bad entering. Зулджин еще пытается как-то анализировать происходящее. Don't focus tanks. Ты нахрена там бэклсов в кустах хочется спросить. Хорошо. Обряд. Нормально. Реализовался он только... Не раз этот контур. У противников? Ну, такая себе гильотина. Сейчас Артас подойдет. Ой, вам бы не хватиться здесь. Только если повезет. И под стимулятором. Так, стимулятор должна давать... Ай! Живи! Стимулятор активен. Хорошо, давай, рви их. Нормально, нормально. Ну, типа, ну... Хорошо. Да, стимулятор, конечно, дико вывозит файты, если юзать его на Молтаэля. Найс! Как полетело, а! Какое колесо великолепное от Кассии. Ну да, да, это работает. Стимулятор Молтаэля. Я уже проигрывал таким составом в Мастер Лиге. Помните, по-моему, была карта Башни Рока. Я играл на Трале. Нас просто развалили. За счет Молтаэля под стимулятором. С ним сложно что-то сделать, правда. Либо нужно как-то жестко его законтролить, чтобы он ничего не нажал. Но если у вас такого контроля нет, чтобы прям вообще обрубить ему возможность нажимать на Q, то вы сливаете файт. Потому что много дэмэджа от хила. Короче, сложно это остановить. У нас Стежок пытался через заглатывание контрить, но не получилось. Тут опять же смертельный обряд. Молтаэль круто заходит здесь. Ну, нормально так. Продомажил, допустим. Дальше качается неизбежный финал. Ну, да, нормально. Учитывая, сколько у них контроля. Сейчас это время, наверное, развива души увеличит. О-о-о-о. Как под стимулятором больно будет с этим талантом. Собиратель душ. Ну, главное изменение в Молтаэле, это то, что у него ауешный автоатак. То есть он накладывает метку на нескольких героев сразу, одним ударом. У него проблема была в том, что он не мог метку нормально раскидывать на несколько таргетов. И Близзы, помимо Ешки, которая цепляла... Почему раньше играли через... Всегда через замученные души? Потому что нужно было раскидать метку. А это можно было сделать только Ешкой. А Ешка, она тонкая, пипец. Вот поэтому Близзы решили сделать ему ауешную автоатаку. Чтобы он сразу на нескольких с автоатаки мог вешать. И таким образом позволили Молтаэлям выбирать смертельный обряд. Теперь все играют через смертельный обряд. И забили на замученные души вообще. Ну, потому что они, по сути, и не нужны сейчас. Реально не нужны. Так, окей. Босс ваш. Ульта улетела в помойку. Да? Типа того. Потому что метку наложить Молтель теперь и с автоатаки может. А вот обряд, который уничтожает танк с пол-хп, это сложно недооценить. Итак, кто же соберет достаточно даров на этот раз. Ну, босс пушит. В принципе, можно поддержать, если хорошо залететь только. Тиранда-бот все еще. Тиранда-бот на протяжении всей игры, насколько я понимаю, с третью КП. Ну, не третью даже. Ну, где-то 40%, кажется. И герой умирает. Катапульта затащит игру? Да, я понимаю. Ну, по такой логике, типа... Понятно же, сколько урона будет. Так, вы забираете наемников. Ну, конечно, рискованно здесь... Ой, сейчас, наверное, вы здесь обосритесь. Хотя стимулятор активен. Да, и... Ну, это ужас какой-то. Посмотрите, сколько урона. Да, это очень больно. Да. Нет. Погодите, а что это за смайлик такой? В общем, похож на шрифт, который я юзаю, кстати. Что я видел? Смайлик нет? Императора Стукова? В смысле, скрытый. Так, ну что, это мил скоро. Мурат, сколько твой матч длится, если ты здесь? Так, ужас. Ну, короче. Что я могу сказать? Все хорошо было. Реально было все неплохо. Стимулятор активен. Покажите лучше слив катки, так хоть полезнее будет. Мика, у Аны было... У Аны? В смысле? Да. Ну, это смайлики с заданий, а не с анимациями. Поздравляю. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Теперь ты знаешь. Так, ну что могу сказать? Да, сильная комба. Малтаэль, Анна. Меня так разваливали в рейтинге. На хай-левелах. Это очень сильная комба. Красавцы вообще. Хороший матч. Атрис. Нормально все. Ничего не могу сказать. Даже не было особо косяков, я бы сказал.